Всем привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим три вида консервации Без уксуса, без стерилизации Просто, быстро и очень вкусно Сегодня с вами Елена на канале Найди свой рецепт И я сегодня вас познакомлю с принципом засолки Без уксуса, без стерилизации На самом деле это очень легко, просто, а самое главное быстро Друзья, для того, чтобы засолка была ароматная, вкусная и домашняя Конечно, нам нужны пряные травы Здесь у нас листья вишни, дубильные свойства Смородина, укроп, листья хрена Безусловно, мы сегодня приготовим засолку Именно домашнюю, которая очень-очень отличается и по виду, и по вкусу Все секреты я раскрывать не буду Следите, пожалуйста, за видео Мы должны вместе с вами хорошо подготовить продукты Огурцы мы должны заранее замочить Если они у вас не только что собраны из грядки Желательно часа на 3-4 И в это время, конечно, воду мы должны с вами менять Чтобы огурцы набирали свежую, холодную воду Если есть какая-то горечь, чтобы они избавились от этой горечи Помогает точно Помидоры я взяла вот такие красивые, сегодня на рынок ходила Мы должны их промыть и высушить И также для украшения наших сегодняшних засолок Я взяла красный перец, морковь, вычистила, вымола все как следует Нам понадобится остренький перчик Чесночок для любителей острого Конечно же специальная соль для засолок И естественно-естественно стерильная посуда Очень много вопросов Можно ли не стерилизовать посуду? Ну я не хочу стерилизовать Потому что и так мы овощи не стерилизуем А почему мы должны посуду стерилизовать? У меня мама давным-давно делала засолки Она не стерилизовала банки Она их как-то выжаривала на солнце Ну вот мы другое поколение Я лично стерилизую банки в духовке При температуре 100 градусов минут 15-20 Я приступаю На дно банки мы должны по вкусу положить душистый перец Я сразу же буду готовить несколько видов засолок Мы, пожалуй, будем все сразу же готовить Все банки я буду все засыпать практически одними специями Перчика кладу по 5 штучек Он очень-очень ароматный Крупный душистый перчик Сейчас покажу вам его размерчик Вот такой вот он, как горошинка Достаточно крупненький Вот таких вот нам по 5 штучек будет достаточно Обязательно кладем лаврушечку Также по 2-3 штучки То же самое будет достаточно Знаю, что не все любят гвоздику Мне лично гвоздика симпатична Можете использовать корицу Она тоже определенным ароматом обладает По 3-4 штучки гвоздички будет достаточно Я лично гвоздичку обожаю Как я уже и говорила, чеснока мы не будем класть много Потому что он нашим овощам дает мягкость На 2-х литровую банку я положу 3 зубчика чеснока Этого достаточно Кладем обязательно листья хрена Аромат Более плотные будут наши овощи Подубильные свойства Если есть корень хрена, пожалуйста, кладите Любую посуду берите Посуда не влияет на засолку Самое главное, чтобы она была хорошо промыта Обязательно кладем укропчик Ох, он придаст аромат Уже, я чувствую, пахнет нашими засолками Очень-очень аппетитненько С какой банки начать? Все засолки быстрые и приятные Я, пожалуй, начну с самых красивых помидорок Я выкладываю их в такую бутылку Эта бутылка из-под вина Очень-очень красиво смотрится Бутылка волшебная В нее прям ходит достаточно большое количество таких помидор Они такие красивые И очень аппетитно смотрятся Самое главное, они домашние Представляете, половину бутылки мы выложили Я опять кладу листок хрена Безусловно, вы можете взять любые помидоры Просто мне вот так вот приглянулось Захотелось Именно маленькие помидорки Они такие аппетитные И я люблю, что красиво смотрится Можно кому-то презент подарить Будет очень приятно Теперь я кладу желтые помидоры Желтые помидоры кладем сверху Потому что они более нежные и более мягкие В зависимости от того И в сравнении с красными Помидоры мы с вами сделаем острые Я добавлю небольшое количество красного перца И с помидорами у нас закончено Очень-очень красиво и оригинально Сейчас у нас на подходе огурчики В огурцы я сразу же положу горчицу Добавки можете делать или не делать По своему вкусу Но вот с горчичкой огурчики небольшие Будут кстати Я выкладываю огурцы У огурчиков мы обязательно срезаем попочки Так они равномерно просолятся И конечно же большее количество у нас войдет Посмотрите как я выложила огурцы Так более плотно и больше огурчиков ходит Опять мы делаем промежуток Я выкладываю веточку укропа И листочки хрена Так и мы наверное в огурчики Как всегда положим веточку смородинки Для аромата Зубок чеснока я разрезаю пополам И тоже добавляю К огурчикам Опять выкладываю Чайную ложку горчицы И выкладываю огурчики Верхний слой у нас Самых-самых маленьких огурчиков идет Посмотрите как красиво мы с вами вместе выложили огурчики И сейчас дело за ассорти На дно банки мы выкладываем огурцы Они более плотные Огурчики мы с вами выложили И сейчас я хочу украсить наше ассорти Чтобы оно было красиво Я нарезаю на ленточке болгарский перец Лучше взять красный Он интереснее смотрится Так, досточку вот я не положила Что-то все торопимся Хотим побыстрее Ладно, вот так разрежу Стол у нас чистый Можно ленточками, можно елочками Как хотите Самое главное на зеленом фоне Будет очень-очень красиво Я выкладываю перец Вот вдоль наших огурцов Чередую то перчик, то морковочку Баночка у нас двухлитровая Не трехлитровая Друзья, смотрите, что мы с вами придумали Красиво очень и оригинально А самое главное, получится очень-очень вкусно Кладу небольшую веточку укропа Прям вот в самую верхушечку кладу Пожалуй, еще немножко положу Здесь очень много огурчиков И, конечно же, положу вишневые листочки Несколько штучек Тоже будет достаточно красиво Даже постараюсь эти листочки Тоже так вдоль баночки положить Чтобы было у нас с вами по-домашнему Можно использовать дубовые листочки Смородиновые листочки Также черемухи Вот в этом году у нас никак в лес не получается сходить Очень часто, особенно в детстве Когда мы росли, мы почему-то использовали Больше смородиновые листочки И очень-очень было вкусно Вкус с детства Спасибо маме Так, выложили мы листочки с вами И теперь я выкладываю томаты Так как томаты у нас красные Они поплотнее, чем желтые Второй слой мы кладем красных томатов Я специально думала Вот красный или желтый Красный или желтый А потом думаю, все-таки на фоне зеленого Интереснее смотрится красный цвет И решила положить красный Выкладываю желтые томаты Помидоры мы тоже стараемся уплотнить Чтобы как можно больше у нас вошло Сверху я кладу небольшие И сверху также положу лист хрена И вот таких вот парочку маленьких зубков чеснока Пускай еще две морковки тоже будут Спасибо, друзья, за комментарии Хочу вас поблагодарить Столько советов Столько дельных всяких Подскажите то-то, то-то, как сделать Вот, пожалуйста, мы подсказываем Как быстро-быстро сделать заготовки Без уксуса и без стерилизации Мы заложили все банки Ну, минут 15, может быть, я потратила Со всеми нарезками и объяснениями Теперь нам нужно подготовить кипяток Кипятком, варом мы заливаем нашу консервацию Не торопимся, потихоньку Не надо слишком лить, чтобы в избежании Чтобы баночки наши не треснули Чтобы не было у нас ЧП Накрываем стерильными крышками Крышечки мы обязательно хорошо промыли И прокипятили Не забывайте Баночка у нас должна быть полная Залита кипятком Я накрываю И на 10 минут мы отставляем в сторонку То же самое делаю и с огурчиками Заливаем томаты И то же самое, даем остыть Баночки наши остыли И мы сливаем с вами воду Вот муж мне подсказал, чтобы помидоры не высовывались наружу Можно сделать укропными палочками вот такой вот крест И они будут очень хорошо держаться Мы воспользовались этим мужской подсказкой Я же сливаю воду Так как мы ее не замеряли Для приготовления рассола нам нужно знать точное количество воды Я выливаю в мерную кружку Мне так удобно И как же нам быть с горчицей Конечно мы должны сохранить нашу горчицу Так чтобы она у нас не перелилась в другие банки Поэтому просто я одеваю марлечку или же бинтик на банку Чтобы горчичное семя наше не вылилось в общий рассол Друзья, у нас получилось 600 миллилитров Литр и 600 миллилитров Мы будем с вами рассчитывать как на полтора литра рассола У всех вкусы разные Кто-то любит сладковатую засолку Кто-то любит такую нейтральную Чтобы было немножко сладко Немножко солененько В меру все Кто-то любит больше соли Значит так Выбирайте все по своему вкусу Мы сегодня будем делать среднюю засолку Мы будем класть на литр рассола Будем брать 2 столовых ложки соли Соль мы обязательно берем для засолки Каменную Соль берем без горки Раз Два Так как у нас полтора литра Значит мы берем 3 столовых ложки соли И то же самое мы берем сахара На 1 литр рассола мы берем 3 столовых ложки сахара Ставим до плиту Доводим до кипения Как только наш рассол закипел Мы сразу же им заливаем наши баночки Рассол мы закипятили Он у нас прямо вар Кипяток горячий И мы с вами вместо стерилизации Чтобы нам банки не стерилизовать Чтобы не дай бог они треснут Лопнут Вместо уксуса будем сегодня добавлять лимонную кислоту На 2 литра На 2 литровую банку Мы добавляем 1 чайную ложку без горки Я заливаю горячим рассолом Друзья, если вы будете работать с кипятком То пожалуйста будьте аккуратны Нам нужно чтобы раствор полностью закрыл все наши овощи Чтобы как можно меньше у нас с вами осталось воздуха При консервации воздух это яд И плотно мы должны закрыть с вами банку Закрутить со всех сил Так чтобы она у нас была герметично закрыта Чем плотнее тем лучше Я проверяю сразу же банку на герметичность Я переворачиваю И мы смотрим Если банка закрыта плотно Мы ее убираем под плед Под шерстяное одеяло И в таком виде остужаем Часов в 12 или 24 В зависимости от того Как ваша баночка остынет Конечно это зависит от комнатной температуры Мы герметично очень закрыли банку Я перехожу к следующим консервам На литровую баночку мы берем Чуть больше половинки чайной ложечки Лимонной кислоты И заливаем то же самое рассолом Аромат конечно идет божественным Чесночком, укропчиком всем пахнет До самых краев заливаю И плотно-плотно закрываем Проверяем на герметичность Также на литровую бутыль Я добавляю чуть больше пол чайной ложечки Лимонной кислоты Немножко не хватило нам рассола Поэтому мы скипятили вар кипяток И я подолью чуть-чуть водички горячей Имейте это ввиду Друзья Мы затратили чуть больше часа Великолепные красивые консервы На зиму мы приготовили Без стерилизации Без уксуса Я желаю вам таких же легких И прекрасных заготовок Красивых Порадуйте себя и свою семью Пробовать мы, конечно, будем обязательно Но не сейчас Красота великолепная До новых встреч Пишите нам комментарии Я обязательно отвечу Ставьте лайки И, конечно же, подписывайтесь на наш канал Найди свой рецепт Субтитры сделал DimaTorzok